Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика ванна. У Светланы будет много всего интересного. Будем делать с вами, тестировать вместе пилинг от Аравии кислотной. Моя кожа жутко сголодалась по кислотам. Уход за волосами. Покажу вам свой новый гаджет в плане ухода за зубами. Итак, поехали. Я помыла волосы, кожу головы. Что хочу начать делать? Начать делать хочу курсом вот такой вот концентрат-активатор густоты волос. Фаберликовский. Никогда не делала. Кто делал, пишите, как вам результат. 16-93 артикул. Здесь 5 ампул вот таких пластиковых. Почитала. После мытья головы. Получается непосредственно кожу головы по проборам. Легкими массажными движениями. Не смывать, уложить волосы, как обычно. То есть, по сути, после того, как мы снимаем полотенце, мы вот эту штуку в голову втираем. Посмотрим, будет утяжелять как раз волосы или нет. Надеюсь, что нет. У меня пока одна штучка, но скоро все равно буду делать заказ Фаберлик. И закажу себе еще. Хочу вот прям проделать курсом. У меня волосы не выпадают? Нет. Но, тем не менее, чтобы волосяные фолликулы наверняка уже и не думали засыпать, а они любят это дело, пусть работают активно. Хочу курсом проделать. Так, что у нас сейчас? Сейчас перед пилингом нам нужно с вами очистить лицо. Я это буду делать с помощью скраба Либридерм, который мне вообще не нравится, девчонки. Гиалуроновый скраб для лица. Вот такой он. Я его с щеткой использую. Мне не нравится ни по количеству частичек, ни по эффекту, ни почему. Ну, какой-то вот пустой. Ну, и щеточку свою беру, как всегда. И вместе с щеткой по всему лицу разношу. И массажу ее. Лицо очистила. Теперь приступаем к кислотам. Скажу честно, я уже два раза кислоты делала. Я добила кислотный пилинг фиберликовский. На два раза как раз там было. Но потом, конечно, SPF, потому что солнышко у нас еще достаточно активное. Аравия пилинг для упругости кожи с АХА и ПХ кислотами 15%. Очень интересная штукенция, девчонки. Так, артикул А034. У них тоже есть артикулы. А вообще я на все товары тогда ссылочки буду оставлять, как всегда, под видео. Но кроме Фоберлик. Потому что Фоберлик я артикул называю. Равномерно нанесите пилинг с помощью косметической кисти. А пипетка здесь тогда зачем? Пальцем что, нельзя что ли? Нашла. На предварительно очищенное сухое лицо, избегая области вокруг глаз. Я пока буду первый раз избегать. Потому что с пилингом только знакомлюсь, вдруг он агрессивный. Тщательно смойте водой. На 5-10 минут. Нанесите тоник, увлажняющий крем, т.р. Продолжительность курса 10 процедур. Ну давайте что ли, чего ждать-то? Пипетка удобная, много набирает. Средствительный жизненький такой что ли? Ну не средненький. А что пальцем-то нельзя? Я не хочу кистью. Вот видите пигментные пятнышки мои с лета? Над губой тоже потемнение. Сейчас это все уберем с вами быстренько. За пару месяцев. Пока не же пахнет. А душка приятная. Но вот все равно я, например, во всех пилингах, достаточно агрессивных, кстати, чувствую аромат вот этот вот кислотный. А так приятная, еле уловимая душка с вот этим вот ароматом кислот. Но он не убегает, в принципе, не растекается. Нормально средняя консистенция такая сыворотки. Но извращаться кистью косметической я уже не буду уж, извините. Пигментацию надо убрать, потому что я в начале лета начала использовать крем ССПФ. А потом что-то мне уже лень было. А потом уехала и тоже не использовала. Хотя на солнце много было, на оке. И вот они вылезли. В конце лета только. Надо, конечно, следить за этим. Если склонна к пигментации. Потому что это уже покалывает. Чувствую пощипывание, покалывание. Покалывание прям такое хорошенькое. Ощутимое, весомое. Ладно, я пока хожу. Минут 10 буду ходить по максимуму, что уж там. И покажу вам пока свою новую зубную щеточку. Вот так пришла щеточка упакована. Все хорошо. Сейчас буду открывать. Это электрическая зубная щетка от бренда Сокос. Они есть точно на Озоне. Но я вам ссылки все оставлю, как всегда. А щетка со стерилизатором. Очень интересный момент. И достаточно важный для здоровья зубов. Так, вот так выглядит коробочка. Здесь информация у нас вся. Сменные насадки в двух цветах. Она есть вот такой вот ментоловый и розовый. Так, открываем. Выбрала ментоловый. Он больше подходит нам под дизайн ванны. У меня тут маленький побожник, которому все интересно. Вот такая вот карточка. Здесь как наклеивать на стену стерилизатор. Но нужно протереть, как всегда, на сухо. Потом приклеить крепление. И через сутки только приклеить, собственно говоря, сам стерилизатор. Щетка заряжается. Заряда хватает на 180 дней. Стерилизатору на 30. Достаточно мощный литиевый аккумулятор. То есть 180 дней. Но это круто. Раз в три месяца заряжать. И не бегать постоянно к зарядке. Это здорово. Вот здесь, наверное, зарядочка. Посмотрим сейчас инструкция. Вот зарядочка. Сейчас посмотрим, что в коробке. Тайп-С разъем. Поэтому даже если зарядку потеряешь, не проблема. Там, наверное, насадки у нас. На, открывай насадки помощник мой. Вот он сам стерилизатор. Дизайн очень милый. Прям миленький, миленький. Смотрите, здесь все сделано под кошечек. Вот такая вот фокус. Кошачья лапка. Прям прелесть мимимишность, слушайте. Такой он тяжеленький. Там вон лампочка. Так, и сама щетка. Мама, мама. Да. Не, не ножницы. Микресс над руками распаковывать. И кнопочка на щетке. Фокус не хочет фокусироваться. Тоже сделана в виде кошачьей лапки. То есть такой прям мимими. Щетки от 12 лет. То есть подростка можно. Вот она гудит. Чистит при помощи вибрации. Я такие щетки люблю. Здесь четыре режима. Вот самый сильный. Дай, мам, дай. На, аккуратно только. Я сейчас открою сама насадочку. Коробочка классная. Подарочек так здорово. Ой, включила. Там четыре режима. Оно слабый. Потом ежедневная чистка. Отбеливание зубов. И прям очень сильный самый такой. Так, что у нас здесь? У нас здесь милые рожки. А в розовой щетке такие кошачьи ушки. Они потом на крепление, вот так, когда мы к стене его приклеим, одеваются вот так. А потом сверху одеваются стерилизаторы. То есть в целом это выглядит очень мило. Так, у нас с вами здесь две насадки в комплекте. Одна с мягкой щетиной, другая с обычной. Сейчас я их открою, тоже посмотрю. Подсветка здесь есть. Индикатор батареи тоже есть. Индикатор режима. То есть тут все видно. Дисплей есть. Выключили. Вот, все, выключили. А вот когда мы меняем режимы. Все, выключили. Удобно, удобно. Это щетка, конечно, Крис. Удобная достаточно в руке. Такое, знаете, не скользящее покрытие. Вот еще вот здесь вот как будто полозочки. Такой след от кошачьей лапки. Дай я девочкам покажу, Крис. И тебе отдам сейчас. Сейчас отдам, дай, пожалуйста. Вот такую щетку Крис сперла. Очень интересная насадка. Здесь есть на обратной стороне для чистки языка. Очень мягкая. Кстати, вот здесь она. Прям язык чистить будет одно удовольствие. Так, ну, вставляется как обычно на щетку. И вот сама щетка щетинки. Она не огромная, но чистить должна между зубками хорошо. Я вот такую форму в щетках люблю в любых. Так, и вторая. Это вот у нас ультрамягкая. У кого чувствительные зубки. Она прям очень мягенькая, мягенькая. Не так плотно набита уже. По размеру щеточки, видите, они в принципе небольшие. Ну, не огромные. Чистить будет удобно между зубками. Вот если сравнивать. Вот это вообще такая маленькая, мягенькая. Классенькая. Ну, что вам, девочки, еще про нее рассказать. Сейчас пойду на стену пока приклею вот эту штучку. Повисит она, потом приклею стерилизатор. И весь процесс вам, конечно, покажу. Она заряжается 6 часов, производители заявляют. То есть на ночь поставили, 180 дней еще пользуемся без проблем. Водонепроницаемая. Так, звуковой двигатель. Вибрация сильная, 38 тысяч раз в минуту. Это щетка нового поколения. Но меня, конечно, больше всего зацепил здесь именно стерилизатор. Так, дальше. Доказанная эффективность именно в отбеливании зубов. На режиме отбеливания клинически подтверждено. Все сертификаты есть. На зоне сейчас смотрела. Так, расположение щетинок под углом. Благодаря чему зубки лучше чистятся. Еще здесь какая-то интересная технология микропузырьков. То есть используется высокочастотная звуковая технология для активации зубной щетки водой. И во время чистки образовываются микропузырьки. Затем они перемещаются в промежутке между зубками. Благодаря этому чистка еще эффективнее. Надела мягкую насадочку, открыла стерилизатор. Интересно же, как все это происходит. Слушайте. Прямо очень интересно. Так, это у нас для зарядки. Он автоматически интересно включается. Давайте попробуем. А заявлено, что здесь именно такое расстояние, которое необходимо, чтобы вот щеточка вся простерилизовалась. То есть оно не прилегает. Видите, мы закрываем. И загорелась. Слушайте, загорелась синеньким. Сейчас открою, наверное, потухнет. Да. То есть вот этот вот диодик, он загорается, когда... Смотрите. Оп. Закрыли, щетка стерилизует. Слушайте, круто так. Вообще здорово. Мама, мама, мамушка. Я давно хотела стерилизатор для щеток. Вообще здорово. Без щетки вот его закрываешь, и он горит. Классно. Прикольно, что-то. На, на, на. Скорей, на, теперь играется. Не дает мне показать девочкам. На, на. Вообще, на самом деле, чистота зубной щетки – это залог здоровья зубов. Я вообще всегда топлю, девчонки, вы знаете меня за здоровье зубов. Я уделяю этому особое внимание. Слава богу, они у меня не подвержены каким-то там заболеваниям. Но я действительно чищу их хорошо и правильно, и стараюсь по возможности менять их почаще. Но теперь у нас есть стерилизаторы. Вот этой щетки мне хватит очень надолго, я так думаю. Щетка стерилизуется. До этого я использовала различные жидкости для очистки зубных щеток. А не специально я сама наводила раствор, ну, допустим, тот же хлоргексидин, там налить в стакан и поставить. Но все равно как-то ненадежно. Стерилизатор, мне кажется, в этом плане очень удобно. Гораздо дешевле купить грамотную щетку, нежели потом лечить зубы. Сейчас это вообще стоит все очень-очень дорого. И девочки, инструкция есть на русском. Это ли не чудо? Индикатор напоминаний. Потрясающе, слушайте. Это очень важно. Так, ну что, я прикрепила вот этот вот держатель, как плитка отражает. Он у меня висит уже больше суток, я думаю, он уже схватился на плиточке. И сейчас мы будем вешать на него вот таким вот образом стерилизатор. Вот так, смотрите, как просто. Так, и ушки у нас еще. Надо сначала на ушки повесить было, потом стерилизатор. Вот, готово. Я, кстати, щеткой пользуюсь уже несколько дней, а стерилизатором буду пользоваться впервые. Давайте пробовать вместе. Так, вот он у нас открывается. Лампочка загорается, нет? Не вижу с фонарем. Сейчас посмотрим. Он у нас загорается, когда мы закрываем. Вот видно сиреню. Теперь мы вешаем щеточку вот таким образом, чтобы щетинки смотрели как раз туда на лампочку, благодаря которой она стерилизуется. И закрываем. Все. Щеточка у нас обеззараживается, бактерии все убиваются, висит она вот так красиво как бы. Все отлично, в интерьере смотрится ну просто великолепно, просто вот. Мне безумно нравится и не занимает места. И когда у нас будет ремонт ванной и будет красивого цвета плитка, возможно даже в таком оттенке где-то, вообще будет все шикарно. Мне нравится. Потом нам надо почистить зубки. Мы с вами открываем, щеточку без проблем вытаскиваем. Все. Почистили зубы, опять вставляем в стерилизатор. Красота. Что хочу сказать. В целом мне щетка очень понравилась. Очень. Действительно, вот эта вот технология микропузырьков работает. Судя по всему, да, они как бы не ощущаются эти микропузырьки. Но между зубками за счет вот этих вот каких-то таких вибрационных волн действительно чистит вот очень классно. Вот прям очень классно. Активно ее использую уже неделю, чтобы дать вам полноценный отдых. Эмаль очищает тоже великолепно. В то же время не нужно надавливать, не нужно царапать эмаль, да. И щетинка, она такая достаточно приятная, средней жесткости, да. Вот на этой именно насадки, на другой она мягенькая совсем. Шума практически никакого нет. И когда ее используешь, прямо вот мне десном щекотно. То есть еще параллельно идет массаж десен. Это тоже классно, улучшает кровоток. С возрастом вообще это тоже важный момент. Сейчас я вам покажу, как она работает. Так, вот так мы ее включаем. У меня на самом сильном режиме стоит такой хардкор. Вот видите, как она вибрирует. Каждая ворсинка. Каждая ворсинка вибрирует. Еще раз на кнопочку нажали, выключили. Вот этот самый такой лайт режимчик. Вибрирует, но не так сильно. Средненький для повседневной чистки. Вот уже так видно, что в горсинке не фокусируется кадр. Потому что они всегда в вибрации. Для отбеливания и перед сном. Для перед сном такая хорошая чистка. Она уже сильнее вибрирует и в руке, и вообще. И последний, четвертый режим. Это для отбеливания зубов. Он даже вибрирует немножко по-другому. Есть какие-то такие вот толчки. Когда щетка разряжается, написано, что вот этот индикатор, он когда 20% останется, будет гореть красным. Но я вот уже неделю пользуюсь. Все до сих пор заряжено. Не знаю, сколько там процентов было. Но все до сих пор заряжено. Поэтому щетку, в принципе, рекомендовать могу. Это сейчас такие вот трендовые щетки с вот этими микропузырьками. Их многие рекомендуют, многие советуют. Мне понравилось. Ну, плюс еще, конечно, стерилизатор. Это вообще бомба. Ну, что хочу сказать. Сначала лицо даже немножечко покраснело. Но сейчас вот так вот более-менее. Он уже практически застыл. 10 минут хожу. Покалывание длилось все это время. Уже ничего нет. Но легкое. Легкое. В принципе, деликатное достаточно. Похож на пилинг Фаберлик. Но, конечно, немножко другой состав. Мне кажется, он все-таки помощней. Посмотрим, что будет дальше. У меня был профессиональный пилинг. Есть чем сравнить. Когда потом кожа шелушится. Действительно. И отходят все омертвевшие клеточки. И она прям обновленная, свежая, классная. Для чего нужны кислоты? Повторю, многие девчонки, может, не знают. Для молодости кожи обязательно. То есть можно делать все, что угодно. Но вот кислоты, они, это прям тяжелая артиллерия. Которая омолаживает кожу. Которая способна бороться с морщинками. Ну, в общем, все-все-все. Ну, и, конечно, для глубокого очищения. Естественно, против пигментации и так далее. Так, сейчас буду смывать. И будем делать с вами масочку. Мыло. Осталось такое легкое-легкое покраснение. В основном в Д-зоне. После кислоты рекомендуется кожу смягчить, увлажнить, успокоить. С этой целью справляются отлично кремовые маски. В основном мне нравятся такие после пилинга делать. Что сейчас мы с вами и будем делать. Вместо кремовой маски выступает крем Омега Хит ночной. Артикул 6737. Дневной я уже именно как маску доизрасходовала. И ночной планирую так же. Мне безумно понравился эффект именно, когда его используешь как маску. Вот таким вот плотным слоем наносить на лицо. Кожа возьмет все, что ей нужно. А остатки мы уже уберем спонжем. И красота. Потому что как кремы у меня сейчас другое в уходе. Эти стоят давно открытые. И нужно все-таки найти применение. Зачем продукту пропадать. Поэтому сейчас вот опять взялась за расхламление. Ой, кожа так пощипывает. После пилинга от крема Омега Хит. Прям в этой зоне пошло пощипывание. Вот. Расхламление. И подбиваю все запасы. Все осень. Рука прям так и тянется к интенсивному хорошему уходу. Прям масочки два раза в день. Скаточки, пилинги, кислоты. Прям блаженство какое-то. Но и время на это есть, хочу сказать, со школой. Потому что там мы спали долго относительно. А теперь встаешь рано. Есть время качественно позаниматься собой. И на все есть время. И вы не можете. Вечером у меня рука уже к этому не тянется. Потому что мы все равно гуляем два раза в день. Потом уроки, которых очень много у нас в этом году. Просто другой учителем. Ну, я там в дзене рассказывала. Все это кто на дзене не подписан. Ссылка всегда под видео. Проходите. Там много интересного бывает. И на телеграм. Чат тоже всегда под видео. На телеграм не на чат, а на канал. Тоже под видео. Потому что смотрю, комментарии такие периодически мелькают. У вас есть телеграм. В инфобоксе все полезные ссылки. Все в инфобоксе. Там все есть. И контакты, и телеграм. И дзен. Пожалуйста. Так, вот. Теперь мы таким образом ходим. Прям слушайте. Тут так щипит сильно. Ага. Сильнее, чем от пилинга. Хорошо, как почистили. Значит. Супер. Прошло 15 минут. Маска впиталась. Там, где кожа это была необходима. Смываем. Дальше. У нас с вами тоник. Кожа безумно мягкая. Гладенькая. Все отшелушилось кислотами. Ну, почти все. Некоторые, может быть, еще в процессе отшелушиваться. Прям вот кайф какой-то. Тоник у меня тоже омега-хит, но перелитый в бутылочку из-под океанума. Поэтому артикула омега-хит тоника не скажу. Он тоже классный. Океанум кончился. Я люблю больше вот такой тазатор, нежели с ватным диском пользоваться. Так, пока тоник впитывается, не люблю сразу на тоник наносить крем, мы с вами ватрем ампулку. Мне интересно, будут ли какие-то ощущения или нет. По поводу цвета волос уже шоц есть. Кто-то высказался, что очень быстро ничего не понятно. Девчонки, шоц в ютубе только минуту. Больше нельзя. То есть минута это максимум для вертикального ролика. Если вам очень быстро, переходите на зен. Там две минуты. Там тот же самый ролик, но гораздо медленнее. Про покраску волос и про все остальное. Там вообще таких роликов в день очень много бывает. Так, наносим. Мне кажется, никаких ощущений не должно быть. Может быть, думала, как от масочки будет легкое такое жжение. Но нет. Пока, по крайней мере. В любом случае, не повредит. А кто пользовался, уже напишите, не утяжеляет ли. В принципе, зампулки вот так наносить удобно. Подносишь кожу головы и выдавливаешь. Вот почти все. Профилактика облухения. У меня есть еще массажная щеточка. Но куда-то она подевалась. Надо будет найти сегодня. Потому что постриглась коротко. Но придала волосам ту форму, которую хочу. С которой хочу их отращивать. Теперь стричься точно пойду. Не скоро. Прям вот не скоро. Потому что мне так коротко. Я так не люблю. Но мне нужно было срезать то, что мы неправильно профилировали. И теперь у меня именно та форма, которую я хочу. И я ее планирую отращивать. Помассажируем. Очень хорошо, говорят, массажировать заднюю часть шеи. Она сдвигая вот так, как бы скальп. Вот где начинают волосы расти. Вот чтобы вы чувствовали, как кожа головы двигается. Именно такой прием пробуждает волосяные фолликулы. Ну все. В принципе, никаких ощущений нет. Втерла. Втерла, втерла, как следует. Втерла. Все окей. Так. Теперь крем. Крем у меня сейчас пока на день. ICO. Гель-трансформер. Полюбила его. Кстати, очень полюбила. 0,875. На жару тоже он очень неплох. Мне кажется, он даже холодит. Такой вот голубенький. Но для жирной кожи, мне кажется, он все равно будет блеск. Потому что, когда я его на жару использовала, я не могу сказать, что мое лицо прям его не чувствовало. Чувствовала. А так он достаточно легкий, классненький. Такой прям все супер. Нравится. Хорошо распределяется. Сначала блестит, потом впитывается. Он вообще на кожу водичку превращается, мне кажется. Как тает. Превращается в водичку, потом впитывается. И личико увлажненное. Классное. Супер. Нравится. Вот таким образом. Так, все. Мы с вами уход выполнили. Полноценный, качественный, суперский. Что пробовали из этих продуктов? Может, какой-то другой пилинг. Аравия у них их несколько. Пишите обязательно. Вся полезная информация в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok